Слава Богу! Буду проповедовать сегодня поклонение Богу. И поклонение это не просто слова, не просто песни. Это когда наша жизнь принадлежит Ему, когда мы говорим, Господи, не как я хочу, но как Ты. А это значит поклоняться Богу, это полностью все отдать Ему. Он велик, Он достоин поклонения, слава Богу! Дай мне снова жить Тобой, Чтобы Твое сердце стало биться Внутри меня. Дай мне вновь искать Тебя, Верить неустанно, Не стремиться Вновь познать Тебя Озариться Твоим светом в глубине, Пообратиться, Чтобы Ты стал живым во мне. Дай мне жить в Твоей любви, Каждый миг ценить, как драгоценность, Что даришь Тебя, Что даришь Ты. Ты велик во мне. Ты велик во мне, Воля не моя, Но Твоя да будет Воля Божия, Пусть уже не я живу, Но Ты во мне, Что я без Тебя, Ни любить, ни жить душа не может, Будь жива, завеличен, И Иисус во мне. Дай мне вновь искать Тебя, Дай мне снова жить в Тобой, Чтобы Твоё сердце стало биться, Вновь ими меня. Дай мне вновь искать Тебя, Верить неустанно и стремиться, Вновь познать Тебя, Обратиться в Твоей жизни в глубине, Умолиться, Чтобы Ты стал велик во мне, Воля не моя, Но Твоя да будет Воля Божия, Пусть уже не я живу, Но Ты во мне, Что я без Тебя, Ни любить, ни жить душа не может, Будь жива, завеличен, И Иисус во мне. Воля не моя, Воля не моя, Но Твоя да будет Воля Божия, Пусть уже не я живу, Но Ты во мне, Что я без Тебя, Ни любить, ни жить душа не может, Будь жива, завеличен, И Иисус во мне. Поклоняюсь, Поклоняюсь, К Тебе простираюсь В нищете моей, Поклоняюсь, Поклоняюсь, Опустошаюсь Для любви Твоей, Поклоняюсь, Поклоняюсь, К Тебе простираюсь В нищете моей, Поклоняюсь, Поклоняюсь, Опустошаюсь Для любви Твоей, Поклоняюсь, Поклоняюсь, К Тебе простираюсь В нищете моей, Поклоняюсь, 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 Опустошаюсь Для любви Твоей, Поклоняюсь, 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 Господь, внимательно слушать, понимая, как мне тяжело, имейте сострадание по поведающему, пусть Бог вас благословит. Итак, я хочу говорить о поклонении. Знаете, меня очень волнует, всегда волнует состояние церкви, состояние молодежи, и меня очень волнует, когда я не вижу ревности по Богу в людях, желания быть людьми Божьими. Знаете, когда я был таким, как вы сейчас по возрасту, мне было 19-20 лет, может быть, вы моложе многих здесь, но, знаете, для меня это была мечта, идеал, такое словосочетание, как Божий человек, для меня это было что-то вот такое притягательное всегда, да, я всегда стремился быть близко к таким людям и читать о таких людях, или слышать их, и сам быть таким. Я помню, что когда на Братских возникал такой вопрос, кто епископство желает, я всегда без колебаний говорил, я желаю. И там некоторые братья реагировали так вот, мол, там, это нехорошо, там, так вот, выскакивать, вот. Но более старшие и мудрые говорили, неправда, в Писании написано, что это доброго дела желает. Аминь. Вот. И я не знаю, как вы сегодня отвечаете на эти вопросы, что для вас сегодня значит быть человеком Божиим. И меня этот вопрос волнует. Меня этот вопрос волнует. Я верю, Бог не для того просто пришел в этот мир и спас нас, чтобы мы, знаете, просто добавили его к нашей жизни и продолжали жить, как весь этот мир живет. Ну, только не грешили, конечно, да. Вот. Но продолжали жить примерно, как этот мир живет. То есть, ну, устраивать свою жизнь. Да, учиться, работать, делать карьеру, жениться, рождать деток. Это все прекрасная часть земной жизни. Но все же не для этого пришел Господь. Это все, знаете, я называю так, это побочные эффекты Евангелия. У Евангелия есть множество побочных эффектов. И они такие приятные, они благословенные, да. Это то, что Бог нас благословляет в жизни, заботится о нас, благословляет в учебе, в работе, в устройстве семейной жизни. Бог заботится обо всем этом. Да, и аминь. Но это побочные эффекты. Есть главное, для чего пришел Христос. Написано, что Он пришел, чтобы очистить себе народ какой? Обычный? Или особенный? Особенный. А в чем особенность? Я не слышу вас. Не слышу никого. Никто не знает, в чем особенность? О, есть один ревностный брат. Слава Богу. Благословит тебя Господь. Бог желает, чтобы мы были народом особенным. И это нормально. Бог хочет, чтобы ты хотел быть человеком особенным пред Богом. Чтобы Бог знал тебя по имени. Чтобы Бог с тобой имел отношения личные. Да, и чтобы, когда ты взываешь, Он слышал. И когда ты вопиешь, Он отвечал, вот я. Слава Богу. Знаете, я верю в то, что Бог, Он, да, Он есть Бог народа Божьего, но Он также есть Бог личности. Он есть Бог тех, у кого есть вера. И вера – это характеристика личности. Это не просто характеристика церкви. Это не просто мы верим. Ты должен иметь веру. И именно вера, она делает нас ревностными по Богу. Именно вера делает нас особенными. Делает нас людьми Божьими. И именно вера приводит нас к той жизни, когда мы готовы ради Бога жертвовать по-настоящему в жизни. Знаете, вера, она приводит нас к такому поклонению, за которое мы готовы платить всем. За которое мы готовы платить цену. Мы готовы платить всем. Знаете, если мы почитаем Писание, мы увидим пророков Божьих, и для них вера значила все. И Бог распоряжался их жизнью, как Он хотел. Знаете, Иеремия был молодым человеком, а Бог ему сказал «Не женись, пусть у тебя не будет ни жены, ни сыновей, ни дочерей». И Бог потом говорит, что это тебе будет во благо, потому что будут тяжелые времена и так далее. Но тем не менее, именно то, что Иеремия, он был посвящен Богу, это позволило ему услышать этот голос, когда Бог сказал ему «Тебе не надо жениться, не бери себе жены». Другому пророку Иезекиилю Бог говорит «Я заберу у тебя жену у слабого чей твоих». Заберу. И как, почему? Но Бог так определил для него, потому что это человек Божий, Бог имел право распоряжаться его судьбой. Бог имеет право распоряжаться судьбой любого человека, но когда мы хотим быть его людьми, когда мы хотим, чтобы Бог нас использовал, употреблял для своей слабы. Мы должны понимать, что за это есть цена. Есть цена. Не может быть беспечная жизнь, и ты Божий человек. Не может быть такая легкая, простая жизнь, и ты Божий человек, и Бог тебя использует, и Бог тебя благословляет в духовной жизни, в служении. Бог действует через тебя Духом Святым. И Бог просто ведет тебя в этой жизни, и ты проповедуешь Евангелие, и люди спасаются, или ты становишься пастором, который открывает новую церковь, или ты едешь куда-то миссионером, и там проповедуешь Евангелие, и Бог действует через тебя в исцелении больных и в изгнании бесов. Не может быть, чтобы эта жизнь была беспечной и легкой. Я хочу, чтобы вы это уяснили для себя, молодые люди. И я думаю, что причина, почему сегодня порой мало так видно ревности и вот этого стремления, я во всяком случае очень редко слышу это в церкви, редко слышу от молодежи, вот такого стремления, я хочу быть миссионером, или я хочу проповедовать Евангелие, я хочу больше заниматься служением. И порой даже когда это слышишь, то дальше разговоров дело редко заходит. Знаете, недавно у нас в церкви Господь сказал, задал такой вопрос, на дьяконское служение я ставлю, или человек сам должен тоже желать? И Господь продолжает и говорит, в этой церкви нужны дьяконы, но никто не хочет. Знаете, мы ждем порой, что Бог меня как-то особенно призовет, Бог меня особенно даст особенное откровение, особенное какое-то вот что-то произойдет, порой может быть мы начитавшись какой-то литературы христианской, и мы ждем вот в нашей жизни вот что-то такое произойдет, и вот я буду миссионером, я буду пастором, я открою новую церковь, я буду там заниматься детским служением, или буду еще женским служением, или еще чем-то буду служить, у меня будет дар пророчества или еще что-то, но так можно всю жизнь прождать, потому что Бог, Он призывает, но Он хочет, чтобы твое сердце этого желало, Он ничего не будет, Он не будет тебя заставлять, Он может подталкивать, Он может ставить тебя в обстоятельства, но если ты все равно скажешь нет, я не думаю, что Бог будет тебя заставлять, это честь служить Богу, и блаженны те, которые понимают и ценят эту честь, Бог хочет, чтобы мы с вами желали, желали служить Ему, аминь. Итак, я назвал свою проповедь «Цена поклонения», «Цена поклонения», я хочу привести несколько примеров из Священного Писания о том, что Бог, поклонение Богу, оно чему-то стоит, служение Богу, оно чему-то стоит. И известная история в Евангелии от Луки 18 глава с 18 стиха, Лука 18, 18, вы уже можете Библии доставать, после меня Игорь Иванович будет проповедовать. 18, 18 от Луки, история о богатом юноше, я думаю, все или почти все знают ее, спросил его некто из начальствующих учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную. Иисус сказал ему, что ты называешь меня благим, никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди, не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца твоего и мать твою. Он же сказал, все это сохранил я от юности моей. Знаете, в Евангелии от Марка написано, что Иисус посмотрел на него и полюбил его. Это был такой хороший молодой человек, успешный молодой человек, богатый молодой человек, молодой человек, достигший в свои молодые годы положения в обществе, он был некто из начальствующих. Написано, Иисус посмотрел на него, полюбил его. То есть он... Господу приятно, Господу приятно, если ты... Знаете, это такой типичный был ДВР. То есть из верующей семьи, сохранивший от наставления родителей правильную жизнь, правильный образ жизни, послушание Богу по заповедям Его. Хороший человек, да, и это ему было во благо, он многого добился уже в своей молодости. Но Иисус, смотрите, что говорит. Услышав это, Иисус сказал ему, еще одного не достает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищему, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, следуй за Мною. Он же, услышав это, опечалился, потому что был очень богат. Иисус, видя, что он опечалился, сказал, как трудно имеющим богатство войти в Царство Божие, ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие. Слышавшие это, сказали, кто же может спастись? Но он сказал, невозможно человекам, возможно Богу. Петр же сказал, вот мы оставили все и последовали за тобою. Он сказал им, истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом или родителей, или братьев, или сестер, или жену, или детей для Царства Божьего, и не получил бы гораздо более в это время и век будущей жизни вечной. Слава Богу. И так правильная жизнь, это хорошо, аминь? Я верю в праведность. Я верю, что важно соблюдать заповеди Божии. Писание говорит, что мы должны вообще быть алчущие и жаждущие праведности, в этом есть счастье жизни. Стремиться к большей праведности. Слава Богу. Но просто соблюдать правила, просто соблюдать заповеди, из этого отрывка мы видим, что это даже не может тебя спасти. Если тебя с детства научили правильным правилам, не убивай, не кради, не прелюбодействуй, не лжесвидетельствуй, ходи на собрания и так далее, но это даже не может тебя спасти. Потому что дела не спасают, аминь? Спасает только вера в Иисуса Христа. Вера в Иисуса Христа. Нужна вера, чтобы спастись. А вера это не просто согласие с богословской концепцией церкви. Это даже не просто согласие с тем, чем учит Евангелие. Вера вера это исповедовать Иисуса Господом. Это признать Его господство над твоей жизнью. Что Он Бог. И все, что Он говорит, ты обязан исполнять, потому что Он Бог. И все, что Он говорит, это для тебя благо, потому что Он любит тебя. Потому что Он так сильно возлюбил тебя, что Он пришел и умер за тебя. Слава Господу. И если ты веришь действительно в Иисуса Христа, веришь, что Он Господь, то когда Иисус говорит, все, что имеешь, пойди продай и раздай нищим. И указывает тебе будущность, это твое служение Ему, это следовать за Ним. Он говорит, приходи и следуй за Мною, у тебя будет сокровище на небесах, то если Он Господь для тебя, и ты искренне веришь в Него, то ты идешь и продаешь все, что ты имеешь. Не что родители имеют, что ты имеешь. Продаешь, раздаешь, и приходишь туда, куда Иисус тебе сказал прийти, и продолжаешь всю жизнь следовать за Ним, исполняя то, к чему ты призван. Слава Господу. Аллилуйя. Но этот юноша, он не хотел платить эту цену. Потому что поклонение Богу, служение Богу имеет цену. Хотя мы получаем спасение по благодати, но через веру. Аминь. Да и аминь, мы не можем его купить спасение, заработать спасение. Но мы можем его получить, но не на наших условиях, на его условиях. Его условия называется вера. И вера, как я уже сказал, это не просто интеллектуальное согласие твоего разума с учением. вера, это послушание Господу, послушание Его Слову. Это полное доверие Его Слову, что если Он так говорит, это благо для твоей души. И это нужно исполнить, потому что Он Господь. Аллилуйя. Слава Богу. И когда мы понимаем, что следует за Ним это драгоценение всего земного, что Он это драгоценение всего земного, что послушание Ему драгоценнее всего земного, тогда мы идем за Ним, и мы входим в свое призвание. Но это означает, что мы отказываемся от всего. Не то, чтобы мы отказываемся что-то иметь, но мы говорим, Господь, если Ты скажешь, мне это не нужно. Без Тебя мне ничего не нужно. Знаете, без Господа на самом деле ничего не имеет значения. Потому что все земное закончится очень скоро. Знаете, мне вчера было 20 лет, а сегодня уже за 40. А послезавтра будет, Бог даст 110, 111, сколько Бог даст. А там вечность. А там вся вечность. Все земное быстро закончится. То, что нас так увлекает, обольщает, нам нравится, нас радует. Но это все побочные эффекты. Не сделайте их с целью своей жизни, молодежь. Это не цель жизни отучиться на отлично. Это не цель жизни создать семью, родить детей. Это благословение, которое прилагается, когда цель твоей жизни – это Господь. Аллилуйя. Слава Богу. Он Господь, Он драгоценнее всего. Вот этот юноша, Он не захотел платить цену. Апостолы захотели. Они сказали, вот мы от всего отказались. Иисус перечисляет здесь, от чего люди порой отказываются. Они, кто-то из них отказывался. Кто-то дом, кто-то родителей потерял. Общение с ним. Братьев, сестер, жену, детей. Для Царства Божьего. Он говорит, вы в это время, в земной жизни гораздо больше получите. Знаете, Он потрясающий, великий Бог. И Он хочет, чтобы ты верил Ему. Потому что, когда ты веришь Ему, Он дает тебе гораздо больше благословения, счастья в жизни, чем ты мог бы иметь, если ты держишься за земное. Это не значит, что у тебя будет сто домов вместо одного. Но у тебя счастья будет гораздо больше от того, что ты слушаешь Ему. И у тебя будут братья и сестры. Знаете, мы приезжаем в разные места, в разные города. У нас там есть дома. Где нас принимают, где мы пользуемся благами. Потому что у нас есть братья и сестры, у нас есть народ Божий. Слава Богу. Поклонение Богу имеет свою цену. И сейчас напоминалось уже об Авеле. Авель и Каин, у него был брат старший. И у них у каждого было свое дело. Авель был пастух. Каин был земледелец. И спустя какое-то время, после своего труда, они, это четвертая глава бытия, они приносят его по Богу дар. Знаете, некоторые пытаются понять, почему вот Бог не презрел на дар Каина. Говорят, ну, наверное, надо было вот жертву свою, вот кровную принести жертву. Нет. Хлебные, кровные жертвы, все были Божьим введены в служение Израиля. Дело не в этом. Написано, что верою Авель принес Богу жертву лучше, нежели Каин. Вы запомнили, что такое вера? Это не просто согласие с учением Библии. Это посвящение всей жизни Господу, как Господу, как тому, кто имеет все права на твою жизнь. И вот Авель, он приносил жертву с такой верой. И Бог презрел, то есть обратил внимание свое на Авеля и на дар его. А на Каина и на дар его не презрел. Твое состояние сердца, вот что важно Богу. Мы можем делать правильные дела. Мы можем даже делать дела служения. Но мы должны понимать, что дороже это не сама даже жертва, а твое сердце, с каким ты ее приносишь. Это гораздо важнее. Это гораздо важнее, чтобы ты принес действительно ее в сверну. Чтобы тебя влекло в Богу желание служить Ему. Желание всем сердцем исполнить Его волю. Осознание, что без Него твоя жизнь ничего не значит. Ты можешь прожить здесь лучше или хуже, но потом будет вечность. И даже здесь, на земле, если ты вкусил, что благ Господь. Если ты вкусил, что благ Господь, и как блаженно быть в Его присутствии, переживать Его откровения, видеть Его действия в своей жизни, видеть, как Он выходит тебе навстречу. Знаете, где-то в псалмах написано, что блаженны любящие спасение Твое. Любящие спасение Твое. Знаете, есть люди, которые любят нам во всем полагаться на себя. Они сами себя все время спасают. Они сами всегда решают свои проблемы. Но гораздо лучшее и превосходнее, это то, когда мы любим, когда Бог выходит нам навстречу. Когда мы просто доверились Ему. И мы идем за Ним. И когда нам трудно, мы уповая на Него, мы ищем Его. И Он выходит нам навстречу. Он приходит и помогает, и спасает нас. Слава Богу. Слава Богу. Поклонение Богу, служение Богу, это всегда жертва. Знаете, Авель и Каин даже, они пришли не просто поклониться Богу, знаете, не просто встать на колени, сказать красивую молитву, спеть замечательную песню, разучив там ее и так далее. Они нечто отдали Богу, оба. Это была жертва. Каин принес, он пожертвовал. Это был его хлеб, он вырастил его, но он принес и пожертвовал его Богу. Авель взял от стада своего первородных, первых овец, которые родились от его овец. И он принес их в дар Богу. Это была жертва. Служение Богу, это всегда жертва. Это не что-то, что просто вот, ты служишь Богу, а Бог тебе все дает, и дает, и дает, и дает. А ты ничего Богу не отдаешь. Служение Богу, это ты отдаешь Ему. Потому что Он дает тебе прежде, конечно. Слава Богу. И мы видим, чем заканчивается это служение Авеля, который служил Богу верой. Знаете, для Каина поклонение было просто ритуал. Просто он соблюл правила, наверное, родители их научили. Они были тоже дети верующих, родители. И родители им сказали, надо Бога чтить, надо Богу приносить жертвы. Когда Каин сказал, аминь, я это сделаю, мне не жалко, мне не трудно. Он взял, и он исполнил правила. Он исполнил этот ритуал, он принес Богу. Но в этом не было веры. В этом не было веры. В этом не было желания угодить Богу. В этом не было желания почтить Бога. Это было просто, вот родители сказали, родители так научили, так надо сделать. Я сделаю. У Авеля была вера, и эта вера привела в движение небеса. И Бог благословил Авеля. Но вы знаете, что верой служить Богу это опасно. Это может быть опасно для жизни. Ты можешь пострадать из-за того, что ты так веришь Богу. Мы видим, что для Авеля это значило в итоге отдать свою жизнь в жертву. Каин восстал на брата своего и убил его. Потому что пришла зависть, он огорчился. Почему это Бог его благословляет, а не меня? Непорядок. Он решил навести порядок. Еще один человек Божий, Авраам. Это человек Божий, который служил Богу. И для него его вера стоила всего. Отношений с его семьей. Он ушел из той местности, где он жил. Наставил свой комфорт. Там, где было насиженное место, где уже все как-то было устроено. Он поверил Богу, позвавшему его. Как мы с вами поверили Богу, который позвал нас в церковь, позвал нас в небесное царство. Аминь. Аминь. Бог позвал нас не просто здесь прожить хорошую жизнь. Да, без греха жить намного лучше. Но на небесах наше жительство. Слава Богу. И Бог позвал нас в небесное царство. И для кого-то это вера значит все. Отвержение семьи и так далее. Но для кого-то это просто... Просто ты был верующим. И ты решил, да, я и буду верующим. Ты родился верующей семьей. И ты идешь дальше. Слава Богу. И это прекрасная жизнь. Но помни, что если ты хочешь действительно дальше служить Богу. Ты хочешь, чтобы Бог тебя использовал. Ты хочешь быть Его человеком. Мужчина или женщина. Которого Бог будет использовать в жизни. Знаете, мы смотрим на таких людей, восхищаемся. Но они такие же люди. Имеющие призвание. Как и ты, человек Божий. У тебя есть призвание. Бог хочет тебя использовать. Но Он хочет, чтобы ты был готов. Понимал, что поклонение Богу имеет свою цель. Авраам. Он странствовал. Он ходил. Он пришел в землю, где Бог обещал ему благословение. Пришел туда, там голод. Он пошел в Египет, чтобы поесть хлеба. У него забрали жену. Но Бог везде был с ним и вступался за него. И в конце концов, Бог долго не давал ему сына от жены. И в конце концов, Бог говорит, я дам тебе сына от жены. Это было так поздно уже по времени. Что это вызвало смех Авраама. Это вызвало смех его жены. Это было просто смешно. В таком возрасте родить. Бог сказал, вот так и назовешь сына. Смех. Исаак. И он родился. Бог сказал, в Исааке наречется тебе семя. И он... С ним положил завет вечный. И с потомством его. Бог пообещал ему потомство. Бог пообещал ему вечный завет. Но он проходит еще несколько лет. Лет 18. И в 22 главе Бытие мы читаем. Было после сих происшествий. Бог искушал, или точнее испытывал Авраама. И сказал ему, Авраам. Он сказал, вот я. И Бог сказал, возьми сына твоего. И Бог уточняет единственного твоего. И еще уточняет, которого ты любишь. И совсем точно говорит Исаак. Знаете, может Авраам на мгновение подумал, ну может быть Бог говорит про Измаила. Бог точно говорит Исаакам. И пойди в землю моря и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я вижу тебе. Боже, как так? Ты же сказал, у него будет потомство, завет вечный. И тут Бог говорит... Он ничего не говорит о прошлом. Говорит, вот сейчас пойди и возьми, принеси его в жертву. Причем в такую жертву, ну чтобы вот ничего не осталось во всесожжение. И Авраам идет и делает это. Он поклоняется Богу. Для него Бог это все. Если Бог сказал... Если Бог сказал, которому он верит, он идет и делает. Если Бог призвал ему и дал ему это откровение. И он до сих пор был верен ему. И у него есть опыт общения с Богом. Что Бог до сих пор, он что-то говорил и он это делал. Но сейчас почему-то, совсем непонятно почему, Бог говорит, чтобы все то, что Бог сделал, теперь это принести в жертву. Теперь на этом точка. Конец. Все. Финиш. Все заканчивается. Никакого потомства, никакого вечного завета принеси в жертву. Но Авраам верит Богу. Он верит Богу сегодня, он верит Богу, который тогда ему говорил. Слава Богу. Он говорит Богу, смотрит себе агнца для всесожжения. Он верит, что Бог силен из мертвых воскресить. Но он идет и делает то, что Бог ему говорит. Да, и в конечном итоге, когда уже он взял этот нож, Господь его устанавливает и говорит, не поднимай руки твоей на отрока, не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога, и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня. Слава Богу. Знаете, как важно, чтобы мы понимали нашу веру, что наша вера это бояться Бога, это чтить Его, это следовать за Ним, чего бы это нам не стоило, чего бы это нам не стоило. И Бог исполнил свое обетование Аврааму, когда Авраам действительно поклонился Богу. Он сказал, мы пойдем с сыном поклонимся и возвратимся, он поклонился. Он сказал, Господь, я не знаю, что он говорил, но мне кажется, он мог вот так примерно рассуждать, Боже, я не понимаю, что происходит, я не понимаю, почему ты сейчас так делаешь, но все принадлежит тебе, вся моя жизнь, мой сын, все твои обетования, все, что ты сказал, все это принадлежит тебе. Я просто хочу быть твоим человеком и делать то, что ты говоришь. И мы знаем, это бывает очень тяжело. Это бывает очень тяжело. И Иисус, Он молился когда в Бессиманском саду, и Он тоже поклонялся Отцу, и Он был услышан за свое благоговение, Он говорил, что, Отче, если возможно, пусть минует Меня чаши сия, впрочем, не как Я хочу, но как Ты хочешь. Это бывает очень тяжело, что даже для Сына Божьего было очень тяжело исполнить всю волю Божью, исполнить свое призвание. И был пот Его, как капли крови. Это бывает действительно тяжело. Но это того стоит. И я хочу просто, молодежь, чтобы вы помнили, о том, что служение Богу, поклонение Богу, это не просто говорить красивые слова, это не просто исполнять заповеди и правила благочестивой жизни, но это принадлежать Ему полностью. Принадлежать полностью Господу. Говорить, Боже, не моя воля, но Твоя, да будет. Я без Тебя ничего не значу. Не как Я хочу, но как Ты. Это отдать Себя и все в жизни для славы Божьей. Это не добавить Бога к своим планам, чтобы Он их благословил. А это отдать все свои планы Богу и служить Ему, чтобы Он устраивал свою жизнь, твою жизнь по своему совершенному плану. Поэтому задайте, почаще задавайте себе этот вопрос, кем Бог хочет видеть вас? Миссионерам, пасторам, служителям. В каком служении Бог хочет видеть тебя сегодня? Чтобы не было так, о чем сегодня говорилось, что доброго, когда мы не делаем, когда мы не исполняем наше призвание, то приходит недоброе в нашу жизнь.